Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора – книга «Второзаконие», глава 23. Продолжаем рассказ о том, как регулирует, как предписывает вести себя верующему израильтянину, еврею, закон Божий, закон Моисеев в разных ситуациях его жизни. И вот им проявляется специфика закона – дать максимально полное, максимально доходчивое объяснение того, как себя нужно вести в различных ситуациях жизни человека. Брак и развод, рождение и смерть, мир и война, покупка, продажа и прочие житейские вещи, вот обыденные же вещи, из которых состоит наша, друзья, жизнь сегодняшнего дня. И вот эти вещи желает закон Божий максимально объемно разобрать, прояснить, дать нам ориентиры, чтобы жизнь наша была бы устроена на основах такого гуманного, человеколюбивого, Божьего закона. Итак, читаем главу 23, стих 1, а прежде этого чтения поговорим о том, каким вещам посвящена эта глава. Ну вот первая часть этой главы посвящена тому, чтобы определить границы еврейского народа. Кто может входить, кто не может входить в границы этого народа, кто не может оказываться членом Израиля. Потом поговорим о разных ситуациях, связанных с беглыми рабами, с проституцией, с деньгами в рост, с данными обетами и так далее. И вот об этих разных вещах, у которых не очень много общего, мы сегодня и поговорим. Хотя, впрочем, общее есть. Общее есть у разных таких вот непохожих друг на друга тематических предписаний закона. Общее такое, попытка желания создать из израильского сообщества, общество святое, народ святой, в котором богосподствовали братские взаимоотношения, честные взаимоотношения, уважение к личности, к репутации и к муществу своего собрата еврея. Итак, начинаем первую часть. Первую часть, посвященную тому, кто не может войти в Израиль, не может стать частью этого народа. Итак, первый стих, он вызывает уже у нас настоящую отрубь, потому что как может быть такое написано в Библии и в Божьем Слове? Ну, читаем, а потом попытаемся разобраться. Мужчина с раздавленными яичками или с отрезанным членом не может войти в общину Господа. Ну, вот видите, Ветхозавет, довольно откровенная книга, не стесняется в разного рода деталях, она пытается объяснить, описать все, понимаете, сферы жизни человека, даже эти сферы тоже. Итак, вот возникает ситуация, когда какой-то человек, может быть сосед, выходец из какого-то местного населения, желает оказаться частью Божьего народа Израиль. Какой-то, короче, хананей, либо житель Месопотамии, либо какой-то египтянин. Ну, вот у него есть такое желание. Хорошо, но есть такая, видите, подробность. Вот у него есть проблема с его какими-то нюансами в устройстве его, вот, половых, понимаете, органов. Вот как быть с таким человеком? Подписание очень категоричное. Он не может оказаться израильтянином. Не поможет ему ничего, да? Потому что, а почему вот, почему не поможет ничего? А потому что, как сделать обрезание, например, да, чтобы сделать человека евреем? Либо по-другому, очень такая важная для ветхозаветного мировоззрения деталь, его устройство, его как будто какой-то образ богоподобный подвергся очень серьезному, нехорошему вмешательству, модификации. Он был модифицирован и сделался неправильным, каким-то небогоподобным, небогообразным. И в этом отношении он не может войти в общину Господа. Вот так вот. Такие вещи мы уже разбирали. Помните глава 14 книги Второзакония, когда речь шла о шрамах, о татуировках, о разных метах на теле человека? Тоже нельзя. Потому что это тоже есть какая-то модификация нашего тела, божьего образа. Другие есть предположения, смысл этого стиха, такие, что, возможно, жрецы богов языческих, разного рода какие-то скопцы, евнухи, да, почитатели Астарты, Кибелы, вот они были теми, кто тут имеется в виду. То есть, получается, что жрецы богов языческих не могут оказаться частью святой общины Израиля. Нельзя. Не бывает такого. Возможно, смысл и в этом тоже этого стиха. Дальше. Рожденный от незаконной связи не может войти в общину Господа, и потомки его даже до десятого поколения тоже не могут войти. Вот еще одна категория населения, которой доступ в общину Израиля невозможен. Это могут быть евреи, которые были рождены неправильным образом, не от того человека, не в той ситуации. И слово тут используется такое мамзер, довольно слово редкое, встречается лишь два раза в Ветхом Завете, в Танахе, но потом уже это слово получает новую жизнь в сочинениях раввинов, в Талмуде и так далее. Мамзер – это то, чье происхождение не совсем хорошее, не совсем нужное. Например, дети, рожденные в ситуации супружеской неверности, дети, рожденные до брака, дети, рожденные в ситуации инцеста и других разных вещей, вот это все являются так называемыми мамзерами. Им нельзя войти и оказаться частью общества Божьего Израиль. Ну, сразу замечу, конечно же, что все эти ограничения не работают в ситуации новозаветных израильских норм взаимоотношений и так далее. Может войти в церковь ребенок, рожденный незаконно, противозаконно и так далее. И может войти в общество нового Израиля и человек, имеющий разного рода такие вот нездоровости, связанные с разными элементами его естества. Да, может. В церковь войти такой человек может. Дальше. Аммонитяне и муавитяне не могут войти в общину Господа. И потомки их тоже не могут. Даже в десятом поколении. Никогда. Вот так вот. Ведь они не встречали вас на дороге с хлебом и водой, когда вы шли из Египта. Они наняли Валаама, сына Беора, из Петора и Арам Нахарима, чтобы он вас проклял. Поэтому никогда, пока вы живы, не делайте ничего, что принесло бы им мир и благополучие. Предписывается в этих стихах вечная война и вечные непримиримые отношения между евреями и аммонитянами и муавитянами, соседями евреев с востока, жившими в Заиордании. Причина этого такова, что когда начиналось завоевание Ханаана, и люди были уже, и израильтяне находились уже с востока от земли Ханаан, и там жили эти племена аммонитяне и муавитяне, и об этом рассказывает нам книга Иисуса Навина. Дескать, поведение этих людей было очень недружелюбным. Они были против того, чтобы встречать с миром, помогать, и об этом рассказывает нам книга Второзаконие тоже. Первые главы об этом тоже хорошо рассказывают. Хотя, конечно же, все это предписания, все это законы разные, а практика была гораздо более противоречивая, гораздо более разнообразная, гораздо более человеколюбивая была практика. Ну вот, например, книга, вошедшая в состав Танаха Ветхого Завета, рассказывает о женщине-муавитянке Руфе, которая оказалась частью священной истории Ветхого Завета. Она оказалась прародительницей Аж Давида, и вот Руфь-муавитянка, она сыграла большую роль, и они рассказывают целая книга Ветхого Завета. Поэтому иногда, видите, какое-то вхождение в состав общества израильского и мавитян, и аммонитян, безусловно, имело место быть. Наконец, глава 56 книги Исаии, пророка Исаии, рассказывает о том, что однажды и евнухи, и скопцы, и наплеменники будут частью Божьего народа. То есть, конечно же, нормативное предписание наталкивалось, или, если это касалось, с противоречивой практикой взаимоотношения живых евреев и живых мавитян и амонитян. Дальше. Не отвергайте египтянина, потому что он брат ваш. Не отвергайте египтянина, ибо вы были переселенцами в его стране. Видите, а кого-то надо принимать, и у них какие-то есть особые условия. Выходцы из племени Эдома, эдомитян, потомки Исава. А Исава был братом Иакова Израиля, они были братьями, родными. Так вот, потомки Исава, они являются хорошими. Их можно принимать. И, на удивление, в этом же стихе, в стихе седьмом, дается позитивная оценка аж египтянам, потому что они тоже нечто хорошее, оказывается, сделали вам, а именно были хозяевами в стране, где вы были постояльцами, где вы имели какое-то временное проживание. И в отношениях между вами и между египтянами было и хорошее тоже. И об этом возвещает нам стих седьмой. Их потомки в третьем поколении могут войти в общину Господа. Потомки в поколении третьем, то есть внук египтянина или внук эдомитянина может войти в общество израильское. Дальше новая история, новый случай. Рассказ о войне и нечистоте, о войне и скверне. Дорогие друзья, довольно сложная тема. Нам она очень непонятная, нам она для нас очень чуждая, поэтому требуются какие-то комментарии. Итак, вот такая ситуация. Когда вы пойдете воевать с врагом, осерегайтесь любой скверны. Вот так начинается этот сюжет стих девятый. Война, есть стан израильский, есть войско израильское. И в нашем понимании это есть, ну просто война. А чем занимаются мужчины на войне? Воюют в рабочее время и в нерабочее время занимаются чем хотят. Ну, лишь бы не было там мордобоя, пьянства и других нехороших вещей. Потому что в нашем мире война это есть нечто такое секулярное, профанное. Это нерелигиозное дело. Это хорошее мнение. Это хорошая оценка военных действий. Война нерелигиозное дело. Это часто бывает противорелигиозное дело. Однако, так было не всегда. Долгие века, долгие столетия война считалась делом религиозным. И в войне участвуют религиозные люди. И стан военный является станом религиозных людей. Для благочестия израильского, ветхозаветного, очень была важна роль понятия скверны. Скверна, нечистота. Это то, что у нас в православии мало представлено. И это хорошо, что мало представлено. Вот это такое учение, связанное с какими-то древними пластами, традицией библейско-христианской. Так вот, скверно то, что оказывается порождением какой-то нечистоты. Эта нечистота вызвана соприкосновением тебя, твоего тела, с чем-то неправильным. Вот неправильным чем-то. Вот чем неправильным, сейчас об этом поговорим. Ну, короче, значит, какой наш главный тут тезис? Скверна, как какая-то заразная болезнь, как какой-то вирус, захватывает все общество израильское. Да, оно как поражает. Это очень похоже, такой пример есть хороший, я его однажды выдумал. У нас в кармане есть ручка, она протекла, стержень. Вот мы туда пальцем и залезли, и сами они того не заметили, мы спачкались. И что бы мы ни делали, там трогаем свой лоб, щеку, чешем нос, с кем-то здороваемся, это все оказывается везде, где мы оказались. Это скверно. Скверно лишает израильтянина полноценного религиозного функционирования. Религиозный еврей ломается, потому что скверно оказывается частью его жизни, его естества, задача верующего израильтянина от себя подальше убрать и скверну, и вещи, которые вызывают ее, провоцируют ее. Об этом сейчас поговорим, об этих вещах. Если кто-то из вас сделается нечист из-за случившегося с ним ночью, то пусть выйдет он за пределы стана. Он не должен входить в стан. А вечером пусть омоется водой, и когда зайдет солнце, он может вернуться. Вот такая ситуация, да, ситуация мужская, да, вот бывают такие случаи. Это скверно. Он как будто бы делается нечистым. Он может сделать нечистым своего соседа, собрата, участвуя совместно в сражении, готовя пищу здоровой с кем-то. Его задача очень простая – покинуть пределы стана. Пройдет один день, вечером он омоется водой, проблема решена. Вот так вот решается эта ситуация. Скверно не захватила, не испачкала, не испортила все воинство еврейское. Дальше. У вас должно быть место вне стана, куда вы могли бы выходить по нужде. Каждый должен иметь при себе лопатку, чтобы, присев там, вырыть ямку, а потом закопать нечистоты. Ну, вот такая ситуация. Мы сегодня разбираем самые такие колоритные стихи Ветхого Завета. Описывается, друзья, и это. И кто скажет, что это есть неважная часть нашего естества? Кто скажет, что много проблем не рождается, потому что люди неправильно распоряжаются тем, что из них выходит? Ведь это так и есть. Действительно, грязь, нечистота, эпидемии, болезни, плохой запах. Вот просто полная, как вот какой-то порча окружающего мира, часто связана именно с тем, что мы не закапываем за собой то, что из нас выходит. Это касается любой нечистоты. Это касается, например, даже, друзья, и того, что выходит из вашей собачки. Потому что ваша собачка, ваше домашнее животное, она вот портит окружающий мир. И того, что выходит из нее, не должно быть на земле, где живут верующие люди. Ну, не должно. Ваша задача и гражданская, и религиозная, и задача человека воспитанного – взять и убрать за своей собачкой. Не говоря уже про себя самого. Вот тут предписано еврею иметь такую лопатку и не портить окружающий мир вокруг себя. Если, понимаете, в стане хотя бы находится человек 500 или 1000, то можно понять, за сколько времени, это времени очень небольшое, они могут привести в ситуацию полной катастрофы экологической окружающей местности. Но нет, видите, закон проявляет свое внимание и в этом, и к этим ситуациям, и предписывает не портить окружающий мир, брать лопатку и за собой закапывать свои нечистоты. И потом такой венец этого рассуждения. «Ведь Господь, ваш Бог, идет вместе с вашим войском, избавляя вас и даруя вам победы над врагами. Поэтому ваш штан должен быть свят, должен быть свят, чтобы не увидел он у вас ничего непристойного и не отвернулся бы от вас». То есть религиозная община, ритуально чистая, не имеющая скверны, не имеющая нечистоты, оказывается гораздо более эффективной военной единицей. И почему бы нет? Может быть, так и есть на самом деле. Может быть, когда люди имеют принципы в своей жизни, имеют какие-то нравственные координаты, возможно, они и воюют эффективнее. И тогда Божье Слово сбывается. С войском, которое так поступает, Бог вместе воюет рука об руку. Вот так вот. И об этом нам возвещает Ветхий Завет, Библия, Божье Слово. Новый сюжет, меняется тема, очень неожиданно, как всегда. Стих 15-16 рассказывает нам о сюжете, связанном с беглым рабом. Итак, читаем. «Не выдавайте хозяину раба, который бежал от хозяина к вам». Вот такой вот необычный гуманизм. Видите, раб к вам бежал. Какой раб бежал? Комендаторы говорят однозначно. «Раб бежал из соседнего какого-то народа, из племени Муавитян, Эдемитян, Аманитян, прочих Хананеев, Фелестимлин, Месопотами, Сирийцев, Египтян. Вот он, беглый раб и наплеменник. Так вот, дайте ему, вот написано, что дать ему. Пусть он у вас живет, где захочет. В одном из ваших городов, там, где ему нравится, не притесняйте его». Тогда получается, возникает картина очень такая привлекательная. «Израиль – место, регион свободных людей». По-другому. С Израиля выдачи нет. Это как, вы помните, такие были регионы, казацкие степи. То же самое с Дону, выдачи нет. Пришел на Дон, скрылся от своего хозяина, душегуба, добежал до Дона. Все, ты свободный человек. То же самое, возможно, и здесь было когда-то. Или такая идея хотя бы была озвучена. «Беглого раба, прибежавшего к вам, не делай рабом опять». Хотя бы, хотя он и раб, но у вас он не раб. Он не еврей, да, он живет рядом с вами. Пускай живет. Да, потому что вы тоже однажды были рабами. Эта мысль повторяется часто, когда мы читаем в Ветхом Завете такие вот места, посвященные тому, чтобы минимизировать тему рабства. Минимизировать, да, поменьше, чтобы рабов было у вас, у еврея. Надо, чтобы было так. Хотя, возможно, имейте в виду, ну вот, понимаете, любой хозяин. И евреи тоже. И тогда вообще настоящая революция предписывается или описывается здесь. Если раб от тебя убежал, о, еврей, ты дурной хозяин. У тебя ему плохо. Он от тебя убежал. Раз он у тебя убежал, пускай живет свободной жизнью. Вот, возможно, такой смысл тоже тут имеется в виду. Новая тема – проституция, да, была всякая в Древнем мире. И поэтому Ветхий Закон регламентирует или дает оценку разным сторонам нашей жизни. Итак, пусть не будет среди дочерей и сынов Израилевых посвятивших себя храмовой проституции. Вот, слово используется здесь, слово, которое приводится по-другому на самом деле. Святые, да, вот, связанные с чем-то святым. Но по другим случаям использования этого слова, понятно, что они занимались чем-то нехорошим в этих святых местах. Да, вот, при исполнении обетов, не вносив в храм Господа твоего Бога, не заработанная продажной женщины, не плату за пса. Оба они мирские Господу твоему Богу. Вот, видите, такие были люди, которые связаны были с какими-то святилищами и занимались продажей своего тела. Получается так, да, значит, видите, женщина продажная, зона, блудница, а мужчина называется довольно грубо, торгующий своим телом, пёс, да, собака. Так вот, значит, дальше вообще возникает картина очень непонятная. Значит, оказывается, что какой-то еврей мог получить доходы с женщины, работающей блудницей, и с мужчины, работающего таким вот, проституткой, являющегося собакой, являющегося псом. И еврей мог однажды, такая возникла у него, может быть, идея, дать часть этих вот денег, заработанных этими людьми, на храм, да, пожертвовать. Так вот, вердикт Бога, он очень такой однозначный, что деньги мне эти не нужны, потому что всё это мерзость пред Господом. Этого быть не должно у тебя в обществе. Но, с другой стороны, в этом стихе нет слов про то, что не занимайся этим бизнесом, да, не занимайся этим. Есть лишь то, что занимайся этим, но чтобы не касалось никак меня этого, это всё. Да вот, деньги не нужны мне, моему храму не нужны деньги, заработанные этим бесстыдным путём, продающими себя женщинами, мужчинами, да. И ещё предписание в стихе 17, пускай не занимаются этим делом израильтяне, дети и сыновья и дочери израильские. Это не их дело, они не могут заниматься этим. Дальше, деньги в рост. Стих 19, 20. Не давай брату твоему в рост ни серебра, ни скесного, ничего того, что дают под проценты. Начало фразы хорошее, вот этой сентенции про деньги в рост. Итак, брат твой, а твой сосед это твой брат, на самом деле мы это забыли, мы этого не знаем, этого учения, но наш сосед это есть наш брат. Если он является, не знаю, нашим соплеменником или тем более нашим единоверцем, один поверец нашим человеком, христианином, иначе говоря. Так вот, брату твоему давать деньги в рост нельзя, не в виде серебра, не в виде чего-то съестного. Давать деньги можно, но не в рост. То есть, дал 100 шекелей в долг, возвращает он тоже 100 шекелей. Не 101, не 105, а именно 100 шекелей. Вот, значит, ну, дорогие друзья, нам нужно, конечно, прокомментировать это предписание. В древнем обществе не всегда была инфляция, скажем так. Не было того, что деньги обесценивались, да, и постоянно делалось их меньше, нужно было их куда-то вложить, чтобы они постоянно хотя бы сохранялись на своем былом, вот, ценностном уровне. Такого не было. И раз такого не было, то можно было давать деньги без ущерба для какого-то их ужимания. Можно было давать их с тем, чтобы вернули сумму просто такую же, не большую, но и не меньшую. Верни, сколько взял, и все. Это раз. Второе. Описываемые суды имели природу очень немножко такую, не то, что вот знакомую нам, другую. Это было не то, что бралось на развитие бизнеса. Нет. Это было то, что бралось, чтобы не умереть от голода, не оказаться в долговой тюрьме. И поэтому, если бы там еще был бы процент добавлен, то точно ты через год, через два точно был бы задавлен и своими долгами, и процентами, и так далее, ты точно оказался бы в долговой тюрьме, оказался бы рабом своему собрату и еврею. Библия против этого. Процентов у вас быть не должно. Брату своему служивай без процента. И, друзья, а почему бы нет? Да, почему бы не сделать так, чтобы жители одной страны, разделяющие общие ценности, друг другу бы служивали без процентов? Потому что они свои и потому что они местные. Вот Библия дает нам картину, программу для создания такого общества, какого-то, не знаю, благородного, братолюбивого, основанного на ценностях братства и взаимной какой-то выручки, помощи. Дальше немножко будет другое учение, другая мысль. И на племенник уже сужай в рост, а твоему брату нет. И тогда благословит тебя Господь твой Бог во всех трудах твоих в той стране, в которую вы идете и которой овладеете. Вот. Ну, конечно же, многие люди в этом находят какое-то коварство. Видите, дескать, вот им-то в рост, а своим бесплатно. Деньги без процентов можно отдать. И вот поэтому такие вот евреи коварные, вроде бы, существа, вот, не любят никого, кто не еврей и так далее. Но, друзья, давайте будем оценивать эти стихи реалистично. Что предписывается здесь, в стихе 20-м? И на племеннику сужай в рост, не отказывай ему, не обманывай его, не старайся его обворовать. Сказано что? Ему нужны деньги? Нужны. Он хочет брать деньги у тебя в рост? Хочет. Готов? Готов. Ну, давай ему деньги в рост. Так устроена мировая экономика. С ними поступай по каким-то общим мирским понятиям. Не хуже, да не хуже. А со своим братом нет. Потому что твой сосед, твой брат, и между братьями, братьями невозможно. Наличие желания нажиться, да, разбогатить чрезмерно, используя бедственное положение попавшего в беду брата. Вот так вот быть у вас не должно. А у вас пускай будет не так. И в этом отношении заслуживает стих 19-20 не какого-то осуждения, а радости и восторга, потому что с внешними по закону и не хуже, а со своими по любви и не меньше. Дальше оканчивается глава 23-я рассуждениями об обетах. Да, поврискин недор, значит, бывает, что люди дают обеты какие-то, обещания Богу в минуту какого-то либо восторга, радости, либо в минуту какого-то бедствия, несчастья, тревоги, уныния и так далее. И вот читаем. Если ты дал обет Господу твоему Богу, исполняй, не откладывая, ибо Господь твой Бог непременно взыщет с тебя обещанное, и на тебе будет грех. Если же ты не станешь давать обет, не будет на тебе греха. Вот такой очень хороший реализм. Обеты – это не серьезная штука, дорогие друзья евреи. Если можно и без них обойтись, пускай лучше будет без них, потому что слово, данное Богу, данный Богу обет, нельзя забыть, нельзя попрать, нельзя не исполнить, потому что слово, оно дано Богу, и Бог это помнит. Строго соблюдай, исполняй то, что ты пообещал, те обеты, которые ты добровольно дал Господу твоему Богу, то, что изрекли уста твои. Вот строго исполняй, соблюдай, не забывай то, что ты обещал Богу. Обещай Богу реалистичное, либо вообще лучше всего, может, возможно, иногда от всего этого воздержаться, от обетов данных Богу поспешно, да, на волне каких-то эмоций. Если ты придешь в чужой виноградник, можешь есть виноград, сколько хочешь, нос это, но в хоразину не собирай. Если придешь на чужую ниву, можешь срывать колосья руками, но не срезай чужих колосьев серопом. Дорогие друзья, оканчивается глава этими безмерно гуманистичными предписаниями. Ты голоден, ты испытываешь ситуацию бедствия, ничего есть, иди к соседу виноградник, и можно съесть. Продавать, срывать, нести на рынок, зарабатывать, обогащаться на имуществе твоего брата нельзя, недопустимо, потому что не твое это, но получить спасение от смерти, от истощения, кушая то, что есть у твоего соседа за забором, вот по этим стихам можно, получается. Требование одно, чтобы там не было, первое, наверное, подписано, чтобы не было здесь попытки нажиться на имуществе твоего брата, твоего соседа. Второе, чтобы там не было какого-то, возможно, уничтожения его имущества, да, съел, а еще и сломал все. Такого тоже быть не должно. И третье, чтобы ты не сел на шею своему брату, потому что у твоего брата тоже есть и заботы, и семья, и прочие детали своей жизни, поэтому он не может тебя содержать, потому что ты бездельник или лодерь, да. Быть бездельником и лодерем нельзя, но в случае какого-то ЧП, бедствия, странствования, зайти к соседу, быть его виноградник, и там поесть, это можно. И об этом нам рассказывает книга «Втерозаконие», глава 23. Дорогие друзья, голова разобрана, голова прочтена. Спасибо порталу экзогеточка.ру за нашу. С вами свидание, нашу встречу. Спасибо за внимание из Петербурга. Всего хорошего, всего доброго, до свидания.